Здравствуйте, Варварович и зрители. Только что скажу вам по секрету, мы отсняли мангостиновый и дебриановый дневник. Если вы помните, в прошлом выпуске я ел мангостину. Сидел с таким вот животом. Прошло уже несколько дней с момента этого выпуска. Вы смотрите уже новый выпуск. Отличивый, отличивый. Но живот-то у меня по-прежнему набит мангостинами. Несмотря на то, что вы смотрите нас через неделю, но я-то вот сижу все там еще с мангостинами, понимаете, вот только-только я вымыл руки от мангостинов. Вот, понимаете? Только что. И мне сейчас нужно будет личить. Все почему? Все почему? Потому что ваш блогер Валя, значит, она мне сказала, значит, Сережа, так сказать, все, мы уезжаем. Недуряновый дневник про мангостин не сняли, про лечи не сняли, про манбутана не сняли. Что, типа, все лето будем показывать нашим любимым телезрителям? Ну, это я уже сказал любимым телезрителям. А она сказала по-другому. Ну, не важно. И вот мне придет, приходится... А Валя, она, знаете, как сказала ее мама, она как пиявка. И когда что-то надо, когда она что-то хочет, она как пиявка, понимаете? Она прицепится, как пиявка самая настоящая, как паразит. И можно отказать, конечно, но это только хуже будет. Поэтому я думаю, ладно, пожертвую собой. Значит, поберегу нервы свои. И вот, в общем, мне сейчас придется есть вот эти вот лечи. Я, честно говоря, есть уже не хочу. После 7 килограммов мангостин, я скажу вам честно, не знаю, как вы. Столько что я был мангостинщиком. Ну, я и останусь мангостинщиком самым настоящим. А теперь мы будем рассказывать вам про лечи. Честно говоря, у меня нет желания рассказывать вам ничего про лечи. Вот. Я еще даже дышу, понимаете, с трудом. Не то, что мне говорить-то вообще тяжело. А про лечи я вообще не знаю, что сказать. Ну, лечи-то лечи. Вот, пожалуйста, веточка лечи. Вот это лечи. Понимаете? Ну, давайте, ладно, про лечи еще расскажем. Чтобы это самое... Может быть, Валя вообще переснимет этот снимок. Вот, значит, мы отрываем лечи от веточки. Вот так вот выглядит этот лечи. Мать его, как говорится, Юб. И, значит, как его можно открыть? Ну, тоже чуть-чуть надавить, но он немножко может брызгаться. Ну, вот так вот мы чуть-чуть надавливаем на него. И вот так вот мы его раскрываем. Там внутри лечи, собственно говоря, съедобная часть. Вот эту штуку есть не надо. В общем, какой минус у лечи? Минус у лечи, что вот здесь вот у кодки часто бывают червяки. Поэтому нужно смотреть, нет ли там червяков. Вот сейчас вот мы с вами возьмем и посмотрим, нет ли там червяков. Ну, честно говоря, не все чисто. Видно, что червяк здесь побывал. Поэтому я вот так вот косточку уберу. И вот так вот пальцем попрочищаю в некоторых местах. Все-таки червячные отходы мне не очень хочется есть. Дело в том, что Валентина попросила меня более подробно описать о странице на вкусе лечи. Что могу сказать о вкусе, более подробно о вкусе лечи? Лечи довольно-таки вкусные. Довольно-таки вкусные. Сейчас мы следующее откроем. Это тоже, тоже немножко червивые. Но много леча сейчас червивых, к сожалению. А может быть и к счастью. Потому что, как вы знаете, червивые фрукты поддерживают меньше всего всякой химии, всякой другой фигни. А я стараюсь есть органические фрукты, в основном. По возможности, конечно. Вот, ну. В общем-то. Наличие в сезон начался буквально пару недель назад. То есть, в середине мая. И вот по сей день их можно найти. Правда, сейчас они не в таком большом количестве, как были раньше. Мне кажется, сезон потихонечку начинает отходить. Но тоже, тоже можно найти. Средняя цена сейчас, по-моему, 38 бат за килограмм. Вот, есть еще сорт королевские или императорские личи. Они стоят 95. Ну да, они вкусные, покрупнее. Но, честно говоря, разница не настолько большая, чтобы переплачивать 3 дорого за них. Поэтому мы попробовали один раз, в принципе, и эти тоже очень хорошие. Ну, в общем-то, все. Все, что хотел сказать о личи, я сказал. Как просила Валентина, я подробно остановился о вкусе. Очень подробно расписал вам. Они действительно вкусные. Сейчас мне предстоит снять еще несколько сюжетов про Рамбутан, про Салак, про Вангконг, про Папаева. Они сняли. В общем, мне надо сейчас еще снять несколько роликов. Я не знаю, как я буду снимать. Наверное, мне придется сейчас по причинам детскую придумать, почему я не могу. В общем-то, сейчас этого делать. Так что я очень надеюсь, что через неделю вы увидите следующий выпуск нашего недвеннального дневника. Уже вот не сейчас. То есть не вот в этом месте. Скорее всего, в следующем. Потому что я сейчас подумаю, как это сделать. Ну, в общем-то, все, что хотел сказать, я сказал. Всего доброго. Ешьте личи. Всего доброго.